Близится к концу третий год войны, и отношение меняется не только к ветеранам этой преступной войны, но и к самой этой войне. Уже даже вопросов общественного мнения невозможно скрыть, то что большинство россиян считают, что эту войну надо заканчивать. И насчет цели этой войны у граждан все меньше и меньше понимания и сочувствия этим целям. Ну а российский официоз уже даже не пытается что-то объяснять, а вполне открыто заявляет, что цель это уничтожение Украины, убийство руководства политического и военного Украины и уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения. Я считаю, что надо действовать сразу, крайне жестко, и надо прекращать все эти игры. Я считаю, что надо уничтожить всю инфраструктуру на Днепре, гидро... Ну, как бы вели мы войну, если мы понимали, что перед нами враг. Вот перед нами войска НАПО. Мы бы уничтожили военно-политическое руководство, уничтожили бы центр принятия решений, уничтожили бы энергетическую составляющую страны, чтобы невозможно было производить в большом количестве оружия. Мы бы уничтожили гидротехнические сооружения, включая мосты через реки, для изоляции театра военных действий. Ну, эти военные науки именно так. Да, это классика. Это абсолютно классика. Мы бы уничтожили... Но ведь Россия не воюет. Мы бы... Что? Россия не воюет. Вы же не в состоянии войны. Это всего лишь навсего специальная военная операция. Василь Дмитриевич, слово военное вы увидели? Специальная? Военная операция. Поэтому военная операция подразумевает, что действуют военные методы. Не режим КТО, контртеррористической деятельности, то есть не КТО, а СВО. Она военная. Какая... Вот если есть цель. Вам не надо понимать. Если есть цель. Вам не надо понимать. Вам не надо ничего осознать. А дальше... Мы должны просто... Вы предлагаете все сооружения снести, Киев бомбить. Это... Разве это сопоставимо с целью, которая озвучена действительно... Конечно. Напомню. Цель, которая была озвучена, это чтобы с этой территории нам не исходила угроза. Ну, естественно, главная составляющая всех этих целей, всех этих пугалок, страшилок, это ядерный шантаж. Новый импульс, которому дала путинская презентация обновленной ядерной доктрины. Ну, и фишка теперь, это предупредительный ядерный удар. Ядерный выстрел в воздух, после которого последует ядерный же удар на поражение. В ядерных ударах. Я недавно поднял одну статью независимого военного обозрения. Девять лет назад. Тогда американцы и наши, наш в частности военный обозреватель Брискун из Арзамаса писал о демонстрационных ядерных ударах. Такая форма есть. И когда я у вас здесь говорил о том, что в космосе можно выстрелить, а можно и не в космосе, можно демонстрационный, нам придется когда-то это сделать, если этот Рамштайн не остановится. Я радуюсь, что он останавливается. Почему, если Зеленский сейчас закончит в октябре или ноябре войну, как он обещает, то зачем кому-то вообще стрелять? Ну, тем не менее, такая форма есть, и не думайте, что она обязательно должна привести к жертвам. Но она есть, и если нашей Родине будет угрожать опасность, наверное, мы сделаем этот выстрел в воздух. А потом думайте сами. На поражение. Да. Так, по уставу, по военному. Да. Сначала в воздух, потом на поражение. Иногда и ядерным оружием можно. Интересно, что ни в одну из этих голов, говорящих, ни в голову коммуниста Калашникова, ни в голову пропагандиста Попова, не приходит очень простая мысль, что при ударе на поражение неизбежно прилетит такая ответка, после которой мгновенно будут стерты все различия между коммунистом Калашниковым и пропагандистом Поповым. А также между ними всеми и окружающей средой. То есть они будут просто распылены на молекулы. Герой следующего сюжета – живая иллюстрация того, как работает путинская пропаганда на Западе. Ядро, которое составляют давно окопавшиеся в США и Европе агенты КГБ, некоторые из которых были заброшены на Запад, будучи забербованными еще в СССР, как, например, недавно герой многих программ американского и других телекомпаний Дмитрий Саймс, у которого сейчас идут обыски. А другие родились на Западе и были завербованы уже там. Итак, встречайте, Дмитрий Декошко или Декошко, не знаю, Франция. Впечатления никакого. Потому что можно сказать, что даже наши государственные и, в общем-то, подкупленные СМИ очень мало о нем говорили, очень мало этому визиту посетили местом. Просто был, конечно, пресс-релиз от Елисейского дворца, был маленький фильм встречи, ну, подхода к прессе президента Макрона и Зеленского и их объявления. Значит, они сказали о том, что тренируют эту бригаду, о которой уже говорят целую неделю, потому что сам Макрон ездил на восток Франции посетить этих 2300 украинцев, которых тренируют на востоке Франции, которых экипируют, которым дают оружие и так далее. Поговорили о этих самолетах «Мираж» 10 штук, которые будут стоить французам примерно миллиард, миллиард евро, если считать и ракеты, и тут уже в печати пишется, что Макрон обещал ему чек трех миллиардов. В тот же день представляется бюджет Франции, где будут экономить 60 миллиардов за счет больниц, транспорта, пенсии французов, и, конечно, объявляется повышение цены на электричество, которое уже и так очень подорожало, просто по политике, которая совершенно необоснованная и которая полна глупостей, в том числе после того, как, конечно, американцы взорвали самый, ну, северный поток. Так что из-за этого французы будут платить, долг Франции огромный, 3200 миллиардов евро, и только за последнее президентство он повысился на больше тысячи миллиардов. И это в этот день объявляется, что еще будут давать деньги Зеленскому, для которого это, конечно, большая выгода, потому что знаем, как он с женой, притом ему надо, наверное, и готовить пенсию в Флориде или в Лондоне, или в других местах. Ну, в общем, вот мы платим, мы платим, мы платим. Это все-таки, все-таки начинает просачиваться в общественном мнении, особенно из-за нынешней экономической ситуации. Ну, вот видите, сидит такой вот Де Кашко в Париже, так сказать, декларирует абсолютно про путинские тезисы, фактически никакой разницы между Соловьевым и этим Де Кашко не существует. Вообще, очень забавный персонаж. Значит, у Дмитрия Борисовича вдруг внезапно появилась вот эта вот дворянская приставка Де. Значит, на самом деле, он потомок полисмейстера, который сбежал из Советской России. Вот, и, ну, теперь вот это вот Де Кашко находится во Франции и благополучно сотрудничает с российскими спецслужбами. Вообще, на самом деле, ну, это вот один из типажей. Таких, на самом деле, типажей довольно много. Это все та самая пятая колонна, которая во Франции, в Германии, очень много таких, в Великобритании, особенно много в Соединенных Штатах Америки. Это целая, так сказать, такая большая сеть, в свое время заброшенная комитетом государственной безопасности, потом подхваченная и восстановленная ФСБ, которые работают на, так сказать, путинскую Россию и разлагают общественное мнение на Западе. Их очень много, но вот с одним из них мы сейчас познакомились. А еще по мере снижения поддержки войны у населения снижается, сужается пространство допустимого для обитателей телевизора. И вообще персонажи российской политической сцены становятся уже коридор возможных действий. В прошлом выпуске, если кто помнит, я привел пример некого, ну такого, я бы сказал, безудержного вольтерианства со стороны одного из главных имперцев и крымнашевцев, Константина Затулина. Я тогда еще выразил некоторое беспокойство о его судьбе, потому что он так вот жестко и наотмашь говорил о том, что никакие цели войны не реализуются, просто вот их перечислил, сказал, какие реализуются? Никакие, сказал Константин Федорович, и вот оставил нас в некотором беспокойстве относительно своей судьбы. Но все обошлось. Очевидно, с ним провели воспитательную работу, и вот что он теперь говорит. Солдат бросает командование, когда они, в общем, не заботятся о выводе и сохранении своих войск. Ну, конечно, это реально все равно означает, что Украина движется к коллапсу, к коллапсу, связанному с усталостью от войны. Если все будет продолжаться таким же образом, ну, ВСУ осталось держаться, там разные оценки от нескольких недель до нескольких месяцев. Ну, видите, все в порядке. С Константином Федоровичем провели соответствующие товарищи, соответствующие воспитательную работу, так что он твердо встал на путь исправления, несет прежнюю ахинею, так что все в порядке, беспокоиться о его судьбе не следует. По-прежнему будет, ну, до тех пор, пока, как я надеюсь, он, как и все прочие военные преступники, не предстанет перед международным трибуналом. Вот эта вот тема, она вот интересна, как они ни с того ни с сего перед Рамштайном начали торговать смертью Путина. Смотрите, Шах Назаров говорит, нет-нет, не надо нас это валить, и тем более, ну, вывод там будет следующий такой, предоставлять Украине оружие и дальнобойные ракеты. И этот тоже шепчет, нашептывает, что, смотрите, Запад, он суровый, он решительный, у него есть возможности и ресурсы. И вообще, там тоже, почему там тоже, нет, там люди с яйцами, а у Путина с этим проблемы. Ну, что ж такое? Вот по поводу того, что распадется какое-то европейское государство, нет таких дискуссий. Почему? Потому что там все нормально. А про Рашу они с удовольствием говорят в таком ключе. И должен вам признаться, ну, честно, мне эта дискуссия нравится. В этой студии мы как-то раз стояли все, обсуждали, все только начиналось. И тогда Карен Георгиевич предупреждал, не надо недооценивать Запад, не надо думать, что это просто прагматизм, что они посчитают, что выгодно, невыгодно. Надо понимать, что Запад готов и на самопожертвование, и глубоко идеологизирован, и от них не все определяется деньгами. Иначе такие завоевания, как были у Запада за последние сотни лет, не было бы. Не надо их недооценивать. Мы очень часто в своих расчетах включали вот этот элемент прагматизма, считая, что вот этот бюргерский подход, он в конечном итоге скажет, ну, зачем вы это делаете, ну, посчитайте. Нет. Мы не хотели верить в то, что конфликт, который на наших глазах развивается, гораздо более глубокий, системный. Аллилуйя. Этот прекрасный вывод они наконец-то сделали. Это я к чему все. Потому что, да, сейчас мы находимся в ситуации, где, ну, концепт по отношению к России такой, типа, варим эту жабу дубильную, фашистскую, в украинской крови, и ждем, когда они одумаются, перестанут стрелять, идут в Россию, прекратят просто войну. Концепт имеет право на жизнь. Но дело в том, что за время этого долгого кипения в нашей крови, они же, а, фашизируются сильнее, производят новые бомбы, ракеты, и в результате что? Грозят, опять же, цивилизации. Даже дело не в западной цивилизации, они в принципе грозят цивилизации. Потому что я вот не слышал такого, чтобы кто-то из других государств, обладающих ядерным оружием, грозили где-то ее бахнуть. Ну, кто, например, размышляет на тему, что то Хуси там ядерную бомбу дадим, в тапочках, то еще кому-то. Ну, в общем, адекватности у этой российской элиты не сильно-то и просматривается. Но тут внимание, на этом фоне смотрите, как поменялась риторика мудозвона. Он, значит, у нас теперь говорит о том, внимание, что он не угрожал, а нанесению ядерными ударами по Украине и другим городам. Прикиньте! А потом кто-то скажет, что сегодня подвисла эта вот платформа просмотра российского нацизма и сообщает о том, что архивы выдалены, удалены, что это случайность. Смотрите, как этот певец кровавого режима запел. Это действительно, ну, даже забавно. Ну, конечно. Я объясню, почему. Например, каждый раз, когда мы рассуждаем здесь о применении тактического ядерного оружия, мы исходим из соображений исключительно военных. Да. То есть мы говорим не об ударах по крупным населенным пунктам. Мы говорим о поражении глубоко эшелонированной обороны и подготовленной к долгому противостоянию, ну, скажем, аэродромных комплексов, чтобы не иметь возможность для тех сил их использовать для удара по нашей территории. Либо мы говорим о местах переточения крупных складов или оружия, которые... Ну, там, наша концепция какая, что сначала мы должны нанести удар по теоретически возможному месту пуска ракет, но не города. А эти безумцы рассуждают как раз о массовом терроре против мирного населения. Мне показалось, или мудозвон дал заднюю. Вполне возможно, это связано с тем, что задержка доставки 16-х айфонов в Москве. Этот парень любит всякие американские игрушки, ну, и с помощью их строчить смерть американцам и всей Америки. Ну, что-то... Он... Вы это слышали? Мне не послышалось. Он говорит, что он не говорил, что нужно уничтожать города. Так говорил или нет? А если мы найдем, где ты это говорил, тогда что? Петля? Я бы стер с лица земли Одессу, Николаев, Харьков и Киев. Я дал бы три дня жителям, чтобы покинуть эти города. Три дня. После чего нанес удары. Потому что именно с Одессы и Николаев наносятся удары по Крыму. Именно из Харькова используют как базу. Наносятся удары по Белгороду. И именно Киев является тем центром, где принимаются все решения. Вот это алиби в отношении любого, кто совершит правосудие в части этого человека. Как он? Спокойным голосом. Ну, просто радио тысячи холмов. Бомбить, бомбить и уничтожать. Таких примеров очень много. Ну, и да, еще раз, ребята, СБУ ведет учет всех этих видео. Специальная машина это все расшифровывает. И в случае чего, если вы доживете до суда, в чем я, конечно же, не уверен, все это будет представлено в качестве доказательства вашей вины. Я бы советовал жителям Харькова, Одессы, Николаева, Сумы, Киева срочно покинуть города. Куда? Куда угодно. Хорошо. Просто бегите. Бегите. Пока у вас есть такая возможность. Бегите. А я вот убежден, что Украина была, есть и будет, и никуда мы отсюда не побежим. Российские оккупанты будут уничтожены, города, не факт, что все будут отстроены, но при возвращении Украины шансы, конечно же, какие-то есть. А если останется мордор в рамках договориться где-то посередине и заморозить конфликт, слушайте, люди, которые на полном серьезе рассуждают на тему, что не надо спасать маленькие города на территории России, потому что это нерентабельное нет денег, как вы думаете, они будут что-то восстанавливать из того, что они стерли с лица земли на Донбассе? Конечно же, нет. Только репарации исправят эту ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok